Всем привет, друзья! Это обзор 219 главы манги One Punch Man. Знаю, вы ожидали, что видео будут выходить намного чаще, но я очень стараюсь и делаю всё, что в моих силах. Вы очень сильно мотивируете меня, поддерживая донатами. И особенно хочется выразить отдельную благодарность донатерам. Zero Down, Бабайка, Простой Парень, Зомбик, Вовка, Уф Картошка, Степан, Джокер, Данил, Смайлик, Андрей, Сын Тульский Аниматор, Павел и Ангел Тьмы. Огромное вам спасибо за поддержку. Вы очень сильно мне помогаете, и я правда очень рад, что столько людей решились поддержать меня в такой трудный для меня момент. Спасибо, друзья! Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом, ссылка в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, а теперь давайте перейдем к обзору манги. Итак, сама глава короткая, но очень интересная. На обложке нас приветствует красотка Фобуки. Кстати, именно так глава и называется. Так вот, Фобуки собрала всех своих ребят и собралась навестить кое-кого. А кто это, вы узнаете в следующей главе. Которая, конечно, давно уже вышла, но я послезавтра закину обзор следующей главы, так что вы увидите. Далее мы перемещаемся в город Эр. Агентство талантов Дворец Красоты. Где находится милая Маска и директора этой конторы. Который пытается впихнуть рядом с Маской будущих звезд. Маска, конечно, отклоняет его просьбу. И говорит, что они просто ничтожества, просто подделки, вот и все. В это же время он смотрит запись камер наблюдения, где Сайтам уничтожал всю защитную систему Стального Рыцаря у ворот нового штаба Ассоциации Героев. После совещания Героев, где Геннесс рассказывал про силу Сайтамы, про то, что это он спас все человечество, прошло немного времени. И он прекрасно помнил все это. И увидев эти записи с камер, он убедился, что Геннесс ничего не преувеличивал. И он действительно очень силен. Так Маска узнал о настоящей силе Сайтамы. Те выскочки не переставали бесить его. И он просто взял и напугал их, бросив дрожь. Он сказал, что никто из них не обладает той красотой, подобной его красоты, подавляющей силой. Имея в виду самого Сайтаму. Что же будет дальше? Остальные герои С-класса тоже убедятся в том, что Сайтама правда силен? Он, Флэш, Зомби-мэн, Стальной Рыцарь и сейчас и Маска знают про его силу. А вот кто же будет следующим, мы узнаем уже в следующих главах. Далее мы перемещаемся в штаб героев. Квартиру Сайтамы. Где он угощает героев А-класса чаем из разбитых, но склеенных обратно его старых чашек из города З. Они ему представляются и говорят ему, что было обидно то, что он не навестил своих соседей. Узнав про это, Сайтама просто извинился. И во время знакомств случайно заделал героя Форте. А тот вызвал его сразу на дуэль. На этом глава закончилась. Стоп. Нет. Директор агентства красоты злобно радуется тому, что между новыми звездами и Маской произошла стычка. И на этом можно будет хайпануть. Вот и все. На этом глава точно закончилась. Данная глава мне понравилась. В нем немало комедии, прикольных моментов, чуть-чуть даже эпика. А полноценно наследится этой главой вы сможете, когда я ее озвучу. Это будет очень скоро. Если получится, то даже завтра. Огромное вам спасибо за внимание. С вами был Аниманго. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok